Любите ли вы RPG? Вопрос исключительно риторический, потому как если добавить к RPG MMOA, получится наш с вами любимый жанр. А любите ли вы cool story, связанная с RPG? Наверняка ответ тоже будет положительным. Что ж, у меня есть как раз то, что нужно. История о том, как один парень из Красноярска смог сделать RPG, которое по масштабам сопоставимо со Skyrim. Не забываем подписываться на канал, меня зовут Мадлер, это портал Гохару и... мы начинаем. Так, народ, давненько хотелось мне попробовать записать нечто в формате вот такого вот первого взгляда, и попалась мне замечательная, судя по отзывам, Steam-игра под названием Гедония. Замечательна она еще и тем, что делал эту игру наш соотечественник один в течение трех с половиной лет. И получилось, как по мне, судя опять же по отзывам, которая очень и очень положительная, недурственно. Недурственно, и более того, мне кажется, это некий ответ такому Skyrim-у по-русски. Так вот, для начала, конечно же, зайдем в опции. Что у нас тут есть? Геймплей у нас тут есть, можно подкорректировать сложность, собственно, наносить дамаг больше-меньше самому и враги по тебе. Видео. Ну, вы сами видите. Единственное, что я заметил, что с вертикальной синхронизацией какая-то хрень происходит во время записи. То есть, если ее убрать, начнутся дропы какие-то. Ну, это странно, но не критично. Поэтому я вертикальную синхронизацию оставил. Аудио. Громкость музыки. Вы слышите музыку. И да, эта музыка была, я так понимаю, тоже написана автором. Олег Казаков зовут разработчика. Помимо прочего, музыка, она меняется в самой игре. То есть, в зависимости от того, в какой локации вы находите, такая и музыка. Наверное, еще в зависимости от ситуации тоже. Но это мы еще проверим. Клавиши менять я не буду. Интерфейс. Ну, можно, в общем-то, по дефалту все оставить, очистить все данные. Окей. Ну что, погнали. Ну и, конечно же, редактор персонажа. Мужской, женский вариант. Я традиционно играю за женские варианты. Просто потому, что мне так больше нравится. Так, у нас тут сильные. Ну, конечно же, сильные и независимые будет. Голова. Ну, для женщины это, мне кажется, не очень. Это какая-то женщина-халк. Хотя тоже, почему? Актуальненько. Голова. Ну, вот такая вот... А сколько вообще их всего? Их всего четыре. Ну, вот такой вот вариант мне больше нравится. Цвет глаз. Голубой, конечно же. А сколько всего? Зеленый, серый, пурпур. Пурпурные глаза есть. Янтарные. Оооо! Не, ну все, у нас будет ведьмачка. Сто пудов. Цвет кожи тоже, разумеется, можно подкорректировать. Ну, раз это ведьмачка, то она будет вот такой вот баледной. Волосы. Сколько вариантов? Семь вариантов. Ну, я не знаю. Цвет кожи. Блин, это я промахнулся просто. Волосы. Цвет волос. Мы сейчас сделаем белые волосы ей. Ну, это же вообще просто. Геральтесса Ривия. Рыжий, блондин. А белый есть? Не, ну есть, короче, только вот такой вот блондин. Не, не очень. У нас будет Геральт с черными волосами. Геральтесса. Борода. Ну, слава богу, бороду... Ну да, бороду женщине прилепить нельзя. Это уже хорошо. Это сразу же плюс сто пятьсот. Мад... Не, 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 не. Так дело не пойдет. Вот. Мад... Лер. Все, теперь точно погнали. Казалось бы, но нет. Потому что у нас еще можно распределить характеристики. Очки характеристик. Ну и вы видите, да, в принципе, все стандартно. Ловкость у нас отвечает за урон в дальнем бою. Сила за урон в ближнем бою. Тяжелую броню, к тому же, можно носить. Тут у нас получается уклонение еще. Можно при этом заиметь неплохое. А если чуть-чуть добавить... Оп, это у нас что? Показывает, можете ли вы уклоняться... Я хочу вот это. Я хочу уклоняться чуть-чуть. Харизма, обаяние улучшает получение репутации и цены торговцев. Но я буду играть за мага. Потому что вот здесь вот у меня мана и магический урон. Все остальное я бы, наверное... Вот, кстати, видите, добавилось у нас... Использовать магию можно. Опачки. Все. Увеличение харизмы требует 2 очка. А-а-а. Вон оно что. Вон оно что. Ну тогда харизму. Ну, вот такой вот у нас персонаж получится. И, кстати, да, по поводу реиграбельности. Я слышал, что игра еще довольно-таки реиграбельная. Как раз-таки в силу того, что можно сделать себе совершенно разноплановых персонажей. И каждым пройти по-разному. Но, помимо прочего, если мне не изменяет память, у игры также около 70 квестов. Которые, между прочим, не какие-то линейные квесты. Они имеют разные концовки. И поэтому, каждый раз проходя игру заново, ты как будто бы проходишь ее по-другому. Ну все, теперь точно погнали. У нас есть даже мувик вступительный какой-то. Сделано это все на юнице, кстати. Что, конечно же, некоторый отпечаток накладывает. Но, как мы все знаем, график это ж не главное. Тем более, это, ну знаете, как с Вальхеймом тем же самым. Что там, охренеть какой графон, что ли? А игра рвет чарты. Ну, уже, наверное, нет, но рвала в свое время. Короче, у нас тут какая-то грустная история, которую нам придется распутывать. Я нашел темно... Вы слышите, да? Английская озвучка. Один человек. Английская озвучка. Я, честно говоря, как-то не особо в это верю. Не, ну вообще, как бы точно. Делал все один человек. Там, периодически он вроде как обращался на аутсорс, что-то отдавал. Но не часто и немного. Так, ну, блин, я говорю, картинка, конечно, специфическая. Но здесь она не картинкой берет. Совершенная игра. Она берет своими возможностями. Ладно, будем начинать. Итак, чем же нас встречает игра? Добро пожаловать в Гедонию. В этой игре вы можете пойти куда угодно и заняться чем хотите. То есть это у нас еще и сэндбокс. Но это не такой сэндбокс, который дает вам пинка и, мол, гуляйте по миру, делайте что хотите. Нет. У нас здесь проходите главную сюжетную линию, делая миссия, отмеченная вот таким вот значочком. Выполняйте побочные задания. То есть сайт квесты еще есть. Покоряйте сложные подземелья и получайте лучшую экипировку. Исследуйте мир. То есть за исследование еще будет что-то капать. Присоединитесь к фракции. Тут есть фракции. Фракции, получите специализированную экипировку, нажмите N. Собирайте ресурсы, создавайте экипировку, постройте дом. Подождите, у нас тут еще и элементы выживания получаются такие сбоку немножечко. Так, подождите, вот N. Ну да, не соврали, не соврали. Гильдия воинов, Академия магов, варвары, ведуны, бандиты, некром... Здесь есть некроманты, но это все, сразу плюс сто пятьсот. Торговцы, святой монастырь, а можно вступить прямо сейчас? Вы уверены, что хотите присоединиться к фракции? Я нет. И пока не буду. Ну, конечно же, надо глянуть на карту. Мы находимся где-то вот здесь, вот это у нас вейпоинт, я так понимаю, да? Да, это вейпоинт. То есть можно переместиться, чтобы переместиться в точку пути. Можно переместиться... Слушайте, так тут можно еще, оказывается, и самому вейпоинты вот такие вот ставить. Крайне удобная тема, крайне удобная. Так, ну это у нас квесты, понятно. Это у нас основной сюжетный квест. Что там до... О! Локации! Сколько у нас локаций? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И они все по левелам, соответственно. С первого по десятый, с седьмого по пятый. Ну, в общем, понятно. С четырнадцатого по двадцать второй, с двадцать второго по тридцатый и так далее, и так далее. Вот эти вот поля Wallflower, я, правда, немножко не понимаю, 22-30. Это для разнообразия или что? А вот эти вот... А, это нераскрытая тайна. Это, собственно, то, о чем и говорилось во вступлении, грубо говоря, да? То есть вот туда можно пойти и что-то обнаружить. А если мы сделаем вот так? Серьезно? Это сделал один человек? Вот это все, это максимум, да? Я так надеюсь... Я надеюсь, это максимум. Слушайте, ну... Прям здоровенная карта, что я могу сказать. Итак, наши первые квесты. Наши первые квесты. Какой-то дяденька. Мистер Алтон, я бы хотел... Хотела попросить вас дать мне вашего коня Спирита. Серьезно, что ли? Не, ну, наверное, подразумевается, что мы уже знаем друг друга. Почему бы и нет? Я собираюсь в путешествие, дяденька. О, у нас есть обаяние. Пожалуйста, мне очень нужна лошадь, и я был бы вам очень признательна. Видишь ли, дело не только в том, что Спирит помогает мне. Я также очень его и люблю. Я люблю всех своих лошадей, бла-бла-бла. Угу. Требуется 40... Я могу заплатить вам 40 золотых за лошадь. Это грабеж средь бела дня. Я не буду, я уверен, что понравлюсь Спириту. Опа. Ну, можно попробовать. Чё, серьёзно, у меня есть лошадь теперь? Найдите способ поговорить мистер Алтона и заберите Спирит, или заберите сам... Короче, смотрите. Я могу либо как бы по квестам пойти, либо где-то найти верёвку. Спирит, что-нибудь сладенькое. А, сладенькое надо. Не, я просто думал, что как бы можно будет посредством верёвки как-нибудь его заарканить. Но, наверное, такой вариант тоже предусмотрен здесь. Возможно, можно купить немного сахара на рынке или найти его в ящиках. Так, а почему нет? Давайте попробуем. Короче, у нас тут есть небольшой рыночек. Тут можно купить разные фигни. И мы ищем что-нибудь вкусненькое. Покажи, что у тебя есть. Сахар! Я хочу сахар, да-да-да-да-да. Я купил сахар, окей. Ну, а ты что можешь нам предложить? Покажи, что есть на продаже. История Гедонии. Идолы орков. Не, ну это очень дорого. И нам пока не до чтения. Короче, пойдём знакомиться с нашим спиритом. Ну и? Опачки! Я понравился. А что ещё можно сделать? Видите? Верите? Ладно, я вижу, что ты ему нравишься. Можешь взять его. Если дашь мне 10 золотых. Что? Мы об этом не договаривались? Ты же 1 старик. А что, обаяние уже не работает, да? 10 золота, вот деньги. Слушайте, нет, мы об этом не договариваясь. Мы вообще ни о чём не договаривались. Я только согласился посмотреть, травишься ты ему или нет. А тут он меня подловил! Ладно. Пошёл ты? Не, мне какой-нибудь, наверное, нужен. Ладно, вот. Опа, вы достигли третьего уровня. Вы получили свою лошадь. Вы можете призывать или убирать её с помощью кнопки призыва лошади 8 по умолчанию. Ну-ка. Минус 10 золотых ты мне обошёлся. Но, тем не менее. Ю-ху-ху-ху! Опа! Слушайте, нет, это клёво. Это определённо клёво. Ну и, конечно, так как я достиг уже третьего уровня, можно сделать вот так. Умение. Астральная магия, магия крови, мастерство боя, свирепость, элементальная, святая, тёмная магия. Тёмная магия это то, что мы любим. Ну, я так полагаю, я так полагаю, тут я ничего, так, здесь не хватает умения. Ага, вот. Опа! А теперь всего хватает? Да, всего хватает. Призывает скелет. Да, блин, ну здесь реально можно отыгрывать за некроманта. Это класс. Опа! Теперь всё это дело мы... Чё делаем? А, вот так вот можно перетащить. Вот так вот сделать. А вот это вот, вот сюда вот будем вызывать скелетиков. Слушайте, я хочу кое-что проверить. А вот у меня есть ещё очки и элементальная магия. Я могу как-то миксануть некромантию с элементальной магией? Получается, что могу. Итак, опа! А теперь это берём сюда. Берём сюда? Да, берём сюда. И делаем вот так. Ммм? Не, ну не клёво ли? Так, ну мы, наверное, ещё одно очко мы вложим в тёмную магию. Вот так. Ооо! Увеличивает эффект от тёмной магии на 3%. Короче. Я буду теперь некромантом со стихийной магией. Это охрененно. Ну и так как теперь у меня есть лошадь, можно ехать по своим делам. Мои дела это что? Это правильно. Сюжетные квесты. Мы пойдём куда? Мы пойдём узнавать что-то о пещерах. Кстати, довольно неплохо он скачет. Ежели чего. Ну, не убого это всё выглядит. Вообще, я говорю, игра оставляет довольно приятное впечатление. Вне зависимости от того, что визуальный стиль такой специфический, скажем. На это как-то не обращаешь внимания. Ну, как и... Ооо! Слушайте, мне за открытие только что дали сколько-то там XP, да? Но я говорю, исследование тут тоже ещё нормальная тема такая. Слазим. Ииии мы можем... Да, мы можем. Мы можем собрать ещё и немножко меди. Медная руда. А вот здесь находятся пещеры, куда нам, собственно, и нужно. Ну что, пойдём? А, ну да. Ну, это инстанс получается. Ну да, это получается инстанс, потому что всё-таки есть экран загрузки, отделяющие вот эту вот локацию от основной локации. Но главное здесь не это. Главное то, что, насколько мне известно, в этой игре все пещеры, все инстансы, они проработаны вручную. То есть это не какая-то там процедурная генерация, а всё вот это сделано вручную. Я напоминаю, одним человеком. Ну ладно, давайте глянем, что нас тут ждёт-то хоть. И музыка, да? Заметьте, как сменилась музыка. Блин, мне не нравится, как она сменилась на самом деле. Бля. Хамуха. Что происходит? Двое сновей получат свою награду. Твою мать, это кто? И вечный бой начнётся снова. Всё? А я, если честно, хотел драпануть. Вернитесь в деревню. Нет, ну мы должны посмотреть, что вон там. Вон там, это же интересно. Мы же исследователи. Вот. Ну а тут ни хрена. Ладно, я не сильно расстроился. В общем, возвращаемся в деревню. Ну и мы в деревне, собственно. Тут у нас опять начинается какая-то сюжетная... Сюжетный ролик. Ты уже вернулся? Что было в той пещере? Не до конца понятно. Там были какие-то фигуры, какие-то руны на древнем языке, и голос. Он сказал что-то о цикле богах бьющихся воинок. Что всё это значит? Хотелось бы мне знать. Хотелось бы и я знать. Ну понятно, да. Ты прям кладезь информации полезной. Да. Да, я, конечно же, хотел бы узнать. Тогда я смогу подсказать себе человека, который может тебе помочь. Его зовут Эрнест Хофнер. Он был самым лучшим экспертом в древних языках. В золотом лесу он живёт. Он может мне помочь. Ну, это, конечно, клёво. Я отправлюсь немедленно. Не самая лучшая идея. А у меня уже есть лошадь. Я подсуетился. Экипировку ещё нужно какую-то, да? Ну, кстати, насчёт экипировки... Тут кто-то должен был её продавать. Или нет? Или да? Нет, ну тебя мы видели. А вот, кстати, вон у нас ещё кузнец какой-то есть. Наверняка он что-нибудь продаёт. Hello. Покажи, что есть на продажу. Вот. Охотничью луг, поношенная кольчуга. Не, ну это мне всё не подходит, конечно же. А есть ещё кто-нибудь? Кто может мне продать какой-нибудь экипчик? Ты вот кто, например? Ну, кстати, смотрите, да? Как довольно неплохо так деревенька такая. Прикольно. Уютно. Уютно, я бы сказал. Лампово. Так, это мы тоже соберём, конечно же. Помидор. Супер. Лишним не будет. Короче, буду смотреть. Если что-нибудь интересное, прям такое неординарное найду, то расскажу. Да я тут два шага буквально прошёл и вот сразу обнаружил. Вот здесь вот есть костерок такой, где можно заниматься кулинарией. Ну, собственно, крафтом. И я так полагаю, что мне нужно что-нибудь из вот этого вот. Вот, кулинария. Вот это вот мне надо прокачать, чтобы вот здесь вот что-нибудь готовить. Ну, в принципе, довольно понятно. У вас нет ни одного рецепта. Вам нужно потратить очки умений в выбранную профессию, чтобы изучить рецепты. Изучаем, собственно, крафт и сможем что-нибудь приготовить вкусненького. Ну, и не только. Что у нас тут ещё по крафту, кстати, есть? У нас тут кузенечество, кожевничество, шитьё, алхимия. Ну, вот кулинария и зачарование. Но мне, наверное, зачарование надо будет. Наверное. А между тем вечереет, заметьте, вечереет. Ну, и насколько я знаю, тут, ну, понятно, что есть смена суточного. Тут ещё вроде как и погода тоже динамическая. Я пока ещё ничего такого тут не встречал, но я думаю, что встречу. Слушайте, а что это за херня там такая? Вы видите, да? Давайте проверим. В общем, ехал, ехал и доехал. Вот какой-то вот мужичок, которого хреначит молния по КД. Ну-ка, что ты мне расскажешь? Дать глоток воды? Ну, а что нет? Кто с тобой это сделал? Как ты ещё не умер? Могу ли... Лечащее заклинание. Могу ли я сломать эти цепи? Нет, они зачарованы. Ты, наверное, сделал что-то ужасное, раз заслужил такое. Да стопудов. Нет, просто хотел украсть немного еды. Ну, это прям не то, чтобы ужасно, но и не слишком хорошо, если что. Как мне тебе помочь? Убей меня. Но меня два раза просить не нужно. Опа, выдержите горло бандиту, но мощное заклинание лечения тут же его восстанавливает. Да, не получилось. Не думаю, что это выход, я попробую поговорить с магом и изменить его мнение. Опачки. Мне нужно идти... Он в какой-то башне, да? Ну вот, это башня. Пойдём в башню. А вот, собственно, и дяденька Мак. Что он нам скажет? Кстати, он что-то может продать нам. Но пока нас это не интересует. Человек прибит от цепями на горестку, в которую обьёт молния. Ты это сделал с ним? О, отвечай! Это неважно, никто не заслуживает такого отношения. Ты психопат, готовься к смерти. Что-то мне кажется, что это не очень удачный вариант. Он сказал, что пытался украсть поесть. Он отличный лжец. Он и его приятели забрались в дом, сломали всё моё оборудование, порвали мои свитки, пытаясь найти что-нибудь ценное. Я был в академии, и мой верный слуга Джошуа пытался остановить их. Они отрезали ему голову и бросили её тут. А тело бросили в лесу. Я искал его всю ночь, чтобы хотя бы похоронить его. Ужас, что я могу сделать? Он украл очень ценный свиток об астральной энергии. Я пытался заставить его говорить, но не смог. Может быть, у тебя получится? То есть, чисто теоретически, мы могли бы подняться вон туда, будь я хорошим магом, и отключить всё это дело. Но так как я маг-самоучка, ничего не получится. И нам надо будет вернуться к... Твою мать, что происходит? На-на-на, нахрен, 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 нахрен. Оп, мы едем. Мы... Нет, мы быстрые, мы быстрые, мы неуловимые. Фу. Я надеюсь, лошадь-то хоть... Она не это... Не смертна. Оторвались? Нет, ни хрена, мы не оторвались. Они... Они бегут за нами. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так дело не пойдёт, так дело. Они меня сожрут к чертям собачьим. Сваливаем. Блин, как хорошо, что у меня есть лошадь. А то бы мое приключение на этом закончилось. А это кто? Какой-то бард. Подождите, а я могу с ним поговорить? Эй. Поиграй что-нибудь своё. Опа, 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 опа. Офигеть, слушайте. Я нашёл какого-то мага, и он мне скорость бега повысил. Ну, не бог весть как, конечно. Да и чёрт с ним. Дарённому коню в зубы не смотрят. Ладно. Где там? Нам нужен вон тот вон дяденька. Которого шарашит молнией. Оп, 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 оп. Ладно, мы слезем. Лошадь какая-то неповоротливая. Нет, ты должен залезть. Ты должен залезть. Ты можешь. Блин, этот волк до сих пор здесь. Окей, так. Мне нужно идти. Я знаю, что ты сделал. Он заряд в земле под деревом. Короче. Нет, вы понимаете, что я на ровном месте нашёл себе каких-то приключений. И это круто. И в этом, собственно, вся гедония. Должен сознаться, моя первая попытка записать первое впечатление обернулась небольшим провалом. АБС решила крашнуть запись. Поэтому, когда я зашёл в игру, немножечко переделав стартовый билд и начал выполнять уже выполненный до этого квест, то совсем не немножечко охренел от того, что история получилась другой. И это то, о чём я упоминал в первом впечатлении. Реиграбельность. Вы меняете стартовый билд, и для вас тут же становятся доступны ранее недоступные варианты развития событий. Что, конечно же, делает каждое прохождение по-своему уникальным. Помимо этого, напомню, в игре на текущий момент более 70 квестов с совершенно разными концовками. Ну, в общем-то, вы сами всё видели. Помимо этого, здесь есть обширное древо навыков, позволяющее создавать интересные комбинации умений. Я, допустим, что-то не припомню. РПГ, которое бы позволило мне поиграть некромантам, будучи при этом ещё и стихийным магом. К тому же, уверен, что это вовсе не предел, и можно дальше продолжать эксперименты в этом направлении. Просто каких-то неприличных размеров карта, особенно учитывая то, что игру, напомню, разрабатывал один человек. Режим строительства дома, крафт, выращивание ресурсов на фермах возле дома. Дом, к слову, находится в центре карты. Куча вручную проработанных подземелья с уникальными механиками и пазлами. Возможность присоединиться к различным фракциям. Расширение отряда посредством получения спутников. Ну и, конечно же, полнейшая свобода перемещения и действий. Иди куда хочешь, делай что хочешь. Проект находился в раннем доступе с 1 июня 2020 года. И как раз сегодня, 15 октября, состоялся его полноценный релиз. По словам разработчика, в плане контента игра готова на 100% уже довольно давно. И в последнее время он занимался исключительно полировкой и правкой багов. Распространяется все это дело по модели buy to play. И никакой внутренней монетизации не предусмотрено. Разве что DLC с контентом потом будут выходить за денежку. Но здесь все в рамках выше обозначенного buy to play, так что не докопаешься. Стоит при этом гедония для игры с такой реиграбельностью и количеством контента сущие пустяки. 349 рублей. А поддержать отечественного разработчика, который собственноручно и что главное практически в одиночку смастерил весьма достойную РПГ, это как вы понимаете бесценно. Поэтому Олегу наш глубочайший респект. Ну а ссылочку, чтобы поддержать разработчиков Steam, найдете в описании и закрепленном комментарии. Не забываем также традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гохару. Еще услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok